Добрый день! Это ежедневный обзор главных новостей из мира блокчейна и криптовалют за прошедшие сутки. Итак, биткоин на данный момент снизился до отметки около 17 тысяч долларов. Однако капитализация практически не снизилась, и главный виновник тому – биткоин кэш. Сегодня мы наблюдали его рост до 4 тысяч долларов и даже выше. Учитывая, что это третья по капитализации криптовалюта, 60% роста – это очень существенно. Между тем, возникла серьезная заявка на регулирование всех криптовалют на самом высоком уровне. Франция хочет, чтобы страны большой двадцатки обсудили регулирование биткоина. Министр финансов Бруно Лемейр заявил, что он попросит Аргентину, которая будет руководить на предстоящем саммите, поставить биткоин на повестку дня будущей встречи, которая пройдет в апреле. Биржа London Block провела исследование с участием 2000 британцев. Оно показало, что среди людей моложе 45 лет 5% уже инвестировали в криптовалюту, а 11% планируют сделать это в 2018 году. Еще 17% раздумывают над такими инвестициями в дальнейшем. В докладе сказано, что треть миллениалов будут инвестировать в криптовалютный рынок уже в следующем году. Сегодня валютно-финансовое управление Сингапура, представляющее собой Центральный банк страны, выступило с предупреждением о рисках, связанных с инвестированием в криптовалюты. Считая, что стоимость цифровых токенов носит спекулятивный характер, опубликовано заявление, в котором призывают пользователей проявлять особую бдительность при инвестировании в криптовалюты. При этом Центробанк Сингапура подчеркнул, что не занимается регулированием цифровой валюты, поэтому инвесторы должны быть готовы к потере своих денежных средств. В свою очередь, по заявлению Управления масс, биткоин и альткоины не являются законным платежным средством в стране. И это при том, что Сингапур – одно из самых технически развитых и инновационных государств мира. Также Министерство финансов Кувейта заявило, что оно не признает биткоин, а всем финансовым учреждениям страны запрещено использовать криптовалюты и торговать ими. Ripple объявила о запуске инициативы по развитию инфраструктуры, которая должна помочь банкам и другим финансовым организациям с внедрением инновационных решений в свои процессы. Программа предложит регуляторам и коммерческим банкам базовые решения для создания актуальных решений в сотрудничестве с командой Ripple. В число потенциальных инноваций входят создание региональных сетей, снижение системных издержек, открытие сетей для новых участников, надежное управление рисками и интеллектуальная автоматизация. По сообщению компании ARK на своей странице в блоге, стало известно о добавлении токена ARK на крупную торговую площадку OKEX, которая представляет собой дочернюю компанию популярной китайской криптовалютной биржи OKCOIN. Разработчики биржи Хобби ПРО сообщили в Твиттере о добавлении токена BITOM и интеграции токена WAX в свою торговую платформу. Сегодня разработчики компании IOTA Foundation сообщили в Твиттере о выпуске новой версии кошелька. Новое программное обеспечение для различных операционных систем доступно для скачивания. Эта версия кошелька содержит в себе ряд изменений, таких как переход от системы Reattachments к Transaction Promotion, которая позволит значительно повысить скорость обработки транзакций, а также надежность для централизованных кошелька Tangle от разработчиков IOTA. Завтра ждем следующие события. Центра – листинг на CoinRail, 10X – встреча в Инсбруке, Австрия, IOTA – встреча в Сингапуре, Stellar – встреча в Бангкоке, WeChain – начинает отбор MasterNode, Hive – запуск демо-версии продукта, Ash – запуск нового сайта, Crown – новая дорожная карта, Vibrate – токен добавят в кошелек JAX, Waves – старт торгового соревнования на Binance. А семейная пара из Симферополя назвала своего новорожденного сына Биткоин в честь первой криптовалюты. Об этом сообщил ряд местных СМИ. Глава семейства 30-летний Олег объяснил, что именно криптовалюте Биткоин он обязан своими финансовыми успехами и прочному семейному положению. Кроме того, таким образом, Симферополец решил поддержать криптоиндустрию. Биткоин Олегович родился весом в 3 килограмма и полностью здоров. А на сегодня все. Каждый день мы собираем главные новости в одном месте, чтобы ты был в курсе. Подписывайся, айтюбер.